Девушки отдыхают Ладно. Займось тогда поиском. Ты что-то потеряла? Да, ключи от студийного кабинета найти не могу. Может, обронила где-то? Ну, кого еще несет? Здорово, Данила Фу... Феник! Феник! Пожрать есть чего? В холодильнике. Ты за этим пришел? Деньги мне нужны. Опять? Опять. В этот раз в три раза больше. Все. Рад был повидаться. Вопрос жизни и смерти, Данилов. Я прогорел на ставках. Занял у серьезных людей и прогорел. Про ставки верю, а в бандитские сказки нет. Да это не сказки, Данилов. Мне угрожают. Я даже дома не ночевал. Думал, найдут, пристрелят. Ты мне дашь денег или будешь жилы тянуть? Ну, значит, в полицию обратись. У меня много работы, Веник. А по-моему, твоя работа чистоплюйтых кренов. Искуплять вину за смерть сестры. Понял? Данюся, у вас там все в порядке. Да, Лид. Да, все хорошо. Вот, пришел родственник. Здрасте. Скоро уходит. Ты ключи нашла? Нет, как сквозь землю провалились. Так, может, чемодане. Ты там посмотри, может. Точно, я там не смотрела еще. Так, Веник, это была твоя ошибка. Никаких денег ты не получишь. Так что убирайся. Да. А по-моему, ошибкой было снять с тебя обвинение в убийстве сестры. Не забывай, родственничек. Убийца еще не найден. А я могу подсказать журналюгам, где его искать. Или вон, хоть Лидка твоя. Пусть знает, с кем спит. Лида! Ты замолчи. Что ты несешь? Ничего у тебя на меня нет. Хочешь проверить? А потом не пожалеешь, Данилов? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ни хрена не вижу. Данилов, дай очки. У тебя же тот же плюс. Где ты был в субботу? Где ты был в субботу утром, Веник? Да не помню я. Спал, наверное. А твое какое дело? Ты что думаешь, ты меня в рабство этими деньгами взял? Выкуси, Данилов. Это ты мне, Вениамину Ковалеву, должен. Всю свою поганую жизнь. Потому что ты трус и тряпка. Черт. Ну что, так и не нашла ключи? Нет, только от твоей квартиры. Я вчера утром где-то брелок посеяла. Теперь у меня все по отдельности. Вот, от моей квартиры есть, от твоей есть. Студин и куда-то запропастился. Данилов, подари мне брелок, а? Ну давай. Какой у тебя был? Ну в смысле, ты же мне сам привез из Риги. Такая рыбка из янтаря. Подожди, так. Так, может, ты оставила ключи там, где была в субботу утром? Где ты была, Лида? Так, подожди секундочку. Это что, допрос? Лида, мы договорились с тобой. Никаких тайны, никакого вранья. Ты помнишь об этом? Я помню прекрасно. Я только не понимаю, почему тебе так важно знать, где я была именно в субботу утром. Черт. Прости. Просто нервы не к черту. В субботу утром кто-то разгромил замок, который я делал для Купцова. Охранник тяжело ранен. Там на полу я нашел янтарные осколки. Может, преступник принес туда янтарик, как-то раздавил в суете, я не знаю. То есть я теперь подозреваемая? Нет, нет, Лида, нет. Просто, может быть, этот твой брелок, он как-то попал туда. Класс! Сначала ты скрываешь от меня этот кошмар, а теперь я еще и на карандаше. А ты мне когда собирался сказать? Или на что бы этот уговор только в одностороннем порядке работает, я так поняла? Лида, Лида, подожди. Что Лида? Лида, подожди. Лида, Лида, Лида! Привет. Все получилось, лучше не придумаешь. Ключи забрала. Не переживай, все в порядке. Комар нос не подточит. Я же у тебя молодец. Вред какой-то. Паранойя. Ну, был у нее янтарный брелок. Ну, и что, ничего это не значит, ничего, ничего не значит. Да, привет, Марта. Привет, Данилов, не отвлекает тебя? Нет, не отвлекаешь. Слушай, а ты можешь где-нибудь поискать? Вообще, куда ты все мои вещи заныкал, а? Я не могу найти у себя, мне нужна папка с документами. Да, сейчас посмотрю. Ага, спасибо. Повиси. Вишу, вишу. Нет. Нет! Нет! Андрей, что случилось? Андрей, 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 возьми трубку. Алло, Андрей, что случилось? Что случилось? Ты так кричал? Ты с ума сошла? Ночью мчать из области в твоем положении. Ага. Ясно. Тарасов сдал. Потом обсудим. Что происходит? Эту рубашку и постер я сейчас обнаружил в кладовке. Вот такой же, вот такой же висел в гостиной. Пять лет назад, когда я нашел здесь Нону. Ну, а вот эта, вот эта, моя концертная рубашка. Она в шкафу была. Я и забыл о ней совсем. Все. Марта, я когда ее увидел, мне как будто кулаком железным под дых. Мне показалось, что это блузка Ноной. И сразу все поплыло перед глазами. Сразу паника, потеря контроля. Мне показалось, что я спятил. Я не помню половины, я половины не помню, Марта. Как тогда, в юности, на выступление. Мне казалось, что я спятил с 14 лет. Я боюсь играть. Я боюсь вступать. Я когда сажусь играть, мне кажется, что клап, он упадет и отрежет мне пальцы. Я всегда боялся, что это состояние, оно может, может вернуться. И получается тогда, что, что я, получается, я мог убить Нону. Убить и забыть. Ну, Данилов, ну, пожалуйста, ну, не сходи с ума. Этот урод, он же не просто эту рубашку тебе подкинул. Он специально откопал именно ту рубашку с того концерта. Ты понимаешь, зачем? Нет. Намекнуть тебе, что пять лет назад ты, как на том концерте, потерял над собой контроль, как сейчас, и убил жену. Ну, точнее, убедить тебя в этом. Чтоб ты сомневался в собственной адекватности и винил себя за преступление, которого не совершал. Потому что этот урод уверен, что ты слабый. А теперь скажи, кто у тебя здесь был последний? Значит так, была Лида, еще веник, а с утра был Саша Корчагин. Это кто? Практикант мой. А кто ушел последним? Лида. Нет, ну, подожди, ну, это все нелепо как-то. Ей-то зачем? А вот веник, веник упорно скрывает, где он был в субботу утром. Что он тут делал? Спасался от кредиторов. Данилов, ты что, дал ему денег? Зачем? Марта, ну, дал и дал. Зато мотива у него устраивать перфоманса не было. Но деньги-то он получил. Ты куда, Марта? Смотри, я печатала этот плакат на рабочем принтере. Видишь брак? А теперь взгляни сюда. Получается, что? Как ты говоришь, твоего практиканта зовут? Андрей Михайлович, я прекрасно знаю, что пользоваться принтером в личных целях нельзя. Мартина Владимировна сказала, для вас сюрприз. Про нее мне известно. Кто еще? Саша Корчагин. Я как-то пришла на работу, он уже тут. То ли собирался печатать, то ли уже напечатал. Я не поняла. Увидел меня, сразу ушел. Он же отпросился у вас, помните? У него выступление у группы. Наверное, выключил телефон. Спасибо, Ира. А это что такое? А это вам подарок. От благодарного родственника. Так просили передать. От какого? Сейчас. Ковалев. Вениамин Ковалев. Санек. А что, тебе подгон не понравился, что ли? Я специально дорогой выбирал. Подумал, как нехорошо, мы вчера с тобой расстались. Ты что, даже не попробовал, что ли? Я с утра не пью, веник. А я вот выпил на радостях. Вон, семья из отпуска вернулась. А главное, расплатился с кем надо. Теперь мне ничего не угрожает. Я тебя поздравляю. Ты мне лучше скажи, Вениамин, когда ты деньги мои вернешь? Данилов, ну ты же понимал, что быстрые деньги я тебе не смогу вернуть. Веник, давай так. Ты мне говоришь, где ты был в субботу утром, а я тебе прощаю долг. Веничка, мы обедать. Андрей Михайлович, может, с нами? Нет, спасибо, я перекусил. Саша, пойдем. Ага, иду. Сань, пока. Сейчас я. Чего ты прицепился, Данилов? Дома я спал. Слушай, значит так, ты мне деньги вернешь через неделю. Ты понял меня? У меня клиент есть один, Тимур Купцов. Знаешь такого? Так вот, я очень дружен с его службой безопасности. Они окажут любую услугу, о какой я их попрошу. Веник, тебе ясно? Ну, не могу я сказать, понимаешь? Ну, не могу. Не могу. Это ты такой честный, правильно. У людей разные бывают ситуации. Я не могу, иначе мне конец. Веник. Не могу. Веня. А у Андрея есть догадки, кто автор нового перформанса с рубашкой? Нет, ну. Но. У тебя есть предположения? Лида. Ну что, Олег, вот скажи, я понимаю, они встречаются всего несколько месяцев. Но она же знает, что у него непростые отношения с матерью. А весь ее фильм основывается на его детских воспоминаниях. Она заставляет Данилова проживать это. Мартышка, ты просто ревнуешь. А я тебя не простила еще. За твой длинный язык. Да, я ждал твой упрек и подготовился. Вот, в качестве покаяния. Это тебе. А я уже ознакомился. Там много забавного. Например, чтобы ребенок не плакал, нужно носить его привязанным к себе и не спускать с рук. Интересно. Привязанным? Да. То есть, сначала ты девять месяцев носишь его в себе, а потом на себя? Или можешь поручить это мужу. Да. Кстати, вы с Петрисиком уже планировали свадьбу? Нет. Мы с Петрисиком еще не планировали свадьбу. Ну, тогда, если ты вдруг передумаешь выходить за Петрисика, я готов предложить свою кандидатуру. Клятвенно обещаю носить ребенка на руках до тех пор, пока он сам не возмутится. Приехали. Знаете, Олег, я вынуждена отказаться от вашего предложения, потому что я не хочу терять такого хорошего друга, как ты. Зря ваша маман беспокоилась, Андрюшек. Ни черта вы не больны. Молодой мужик, какие нафиг болезни. Я вас обожаю, Ариадна Филипповна. Но рецепт-то вы не просто так пишете. Ну, микстуры, это так, косметика. А панические атаки и бессонница, это проявление вегетсосудистой дистонии. А ее холеру спровоцировали переутомление и травмирующее прошлое. Прекращайте туда возвращаться, Андрюшек. Да в этом-то все и дело, Ариадна Филипповна. Знаете, я ведь теперь востребованный актер. Сериал про семейство Даниловых. Ой, мой мальчик, ваше участие в этом сериале я как раз и не одобряю. Детские воспоминания так и остались непроработанными. И они будут всегда источником депрессии. Ариадна Филипповна, вы не нашли карточку Федотова? Ну, как же, куда он от меня денется? У меня здесь все, как в швейцарском банке. Андрюшек, рада была повидать. Взаимно. Спите больше, радуйтесь жизни. Спасибо, Ариадна Филипповна. А ну, что там? Спасибо, Ариадна Филипповна. Вот у меня 4-й городской уже доставили. Поверьте, да переповерьте, история болезненная. Я говорю, знаем мы этого, что Ариадна Федотова, как обновленного, не в первый раз встречались. Не верят, говорят, ошибка в истории. Не проблема с Ариадной Федотовой. Как я с ним справилась, ума не положусь. Так. Ну, пока, вроде все верно. Вот это. Спасибо, доктор. Ладно. Поверьте, я скажу, чтобы сами у себя разбирались. У нас ошибки нет. Для человека, который столько лет без практики, вполне достойно, Данилов. Ну да, не хотелось бы, конечно, опозориться на вечере памяти собственного отца. Кстати, о вечере. Лида за тебя очень переживает. Она тебе исповедуется, что ли? Да нет, просто звонила по съемкам и проговорилась о вашей ссоре. Ты что, правда ее в чем-то подозреваешь? Олег, я чувствую, что начинаю терять связь с реальностью. Лида не призналась мне, где была, в субботу. Ее обувь в субботу была испачкана краской. И там, в замке Купцова тоже все было испачкано краской. К тому же она потеряла янтарный брелок. Слушай, ну, она же не могла вырубить охранника и все там разгромить. Ну да, это вряд ли. Чтобы понять, кто этот гад, нужно понять мотив. Сейчас ставки уже очень высоки. Втянут сам Купцов, чуть не убили человека. Все это ради чего? Слушай, а может быть это жилой комплекс Купцова? Но ты же сам говорил, что у Грозовского алиби. Слушай, а что с наследством? Кому принадлежат права на все романы Михаила Петровича? Завещание отец не оставил. По закону наследство принадлежит нам с матерью. Пополам. Ну да. Подожди, Олег. Говори, ты что-то знаешь, чего не знаю я? За границей твои родители нередко приглашали меня в гости. Так вот, я часто был свидетелем их довольно серьезных ссор. Ну это не мудрено, в знаю характер моя мама. Дело в контрактах. Светлана Сергеевна, как агент твоего отца, заключала кабальные контракты со всеми подряд. Михаил Петрович едва справлялся с объемом работы, сильно пил. По сути, они были на грани разрыва. Ты сейчас что мне хочешь сказать? Что это моя мама довела отца до сердечного приступа и хотела меня свести с ума, чтобы забрать у меня права на отчисление? Это мама мне рубашки подбрасывает, постеры расклеивает, голосом нон и говорит. Ну бред какой-то, понимаешь? Да я не спорю, но зачем тогда ее лучшая подруга Знаменская скрывает от тебя записи сеансов? Не для того ли, чтобы ты считал себя виновным в смерти Нонны? А вот это, вот это, я сегодня узнаю. Марта, ничего себе, ты куда такая красивая? Светский раут, Петрисик. Ух ты, вручение кинопремий? Красная ковровая дорожка, фотографии для глянцевых журналов. Вечер памяти Михаила Данилова. Опять Данилов. Петь, ну ты пойми, знаешь, как Андреевич с ней просто? На него столько всего навалилось, я не могу его оставить одного, понимаешь? Я понимаю, что он взрослый мужик и обойдется без няньки. Да и вообще, ты для него никто. А ты кто? Вот ты кто, Петь? Ты муж мне, родственник, чтобы давать наставление? Кто ты? Ты знаешь, а я вот как раз хотел поговорить с тобой об этом. О чем? Петь, ты что, ты что, Петь, предложение, что ли, не собираешься делать? А если так? Мне надо ехать. После обсудим. Калитку чини. Калитку чини. Калитку чини. Гороскоп у нас эксклюзивный. Вот уже много лет его составляет астролог Камиль Флюрович Абдуль. Давайте же узнаем, какие сюрпризы приготовили нам звезды сегодня. Овна. Мартышка, диск Знаменская у меня. Ближе к ночи позвоню. У меня же сегодня вечер памяти отца. Целую. Увидимся раньше. Калитку чини. Дюй. Марта, ты чего здесь делаешь, куда Петрысик-то твой смотрит? Пускай я тебя гулять по ночам. Петрысик никуда не смотрит. Ты очень красивый, Андрей. Спасибо. Я после твоего сообщения про диск Знаменская его не дотерпела до конца вечера. Что там на диске? Сеанс гипноза. Ты там говорил про то, как нашел Нону? Может, и говорил. Только запись монтирована. Вырезана целая минута. Я это увидел по тайм-коду. Это, получается, Знаменская сама ее вырезала? Зачем? Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Алла Михайловна, Леопольд Игнатьевич, здравствуйте. Смотри. Надо же, как интересно. Мой практикант, а что он тут делает? Это же те же полосы. Значит, в офисе он клепал афиши. А пустер Нон и тогда кто? Этот кто-то явно из ближнего круга. И тот, кто будет сегодня на вечере. И кто знает, какой сюрприз тебе приготовят. Нет, Данилов, я теперь одного тебя просто не оставлю. Теперь. Вечер памяти Михаила Данилова собрал всех звезд. Сейчас на сцене близкий друг семьи Даниловых Олег Тарасов. Слушай, девушка какая-то, когда встал? Сними пока общий план зала. Извини, я сейчас. Лида, можно с тобой поговорить? Ужас. Прости, Андрей, мне работать надо. Пойдем, гостей поснимаем. Я сейчас с ним поговорю. Не сомневаюсь. Ну, хватит. Ну, как? Идет наблюдение. Ну, пока никого подозрительного. Ты как себя чувствуешь? Чего? Ничего. Подождите. Подожди-ка, тебе нельзя. Почему? Ты что, решила, что я тебя повезу домой на машине? Нет? Какой ты зануда. Давай камень, ножницы, бумага. Давай. Вперед. Давай, давай. И камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Пожалуйста. Давай бокальчик. Молодой человек. Ну, что за ними? Андрей, устанавливает. Света, успокойся. Надеюсь, он ничего не выкинет на сцене? Андрей! Олег, привет. Это я, бабья гант. Я уходу у вас, кавалера, милая. Андрюшек, несмотря на то, что я подруга вашей мамы, я, как бывший ваш врач, рекомендую вам оставить затею музицировать на сцене. Это может повлиять крайне негативно на вас. Ой, черт. Только Свете меня не вдавать. Меня здесь не было. Договорились. Андрей! Можно тебе на секундочку? Что случилось, мама? Все в порядке? У меня, да, у тебя вот нет. В каком смысле? Что за дикость? Почему ты так бестактно поступаешь с Лидой? Зачем ты пришел на вечер с другой девушкой? Ну, и в чем же бестактность? Лида, я хотел бы быть рядом с ней, но она занята, у нее работа. А с Мартой мы просто друзья. Не лги мне. Мне Лида рассказывала, что ты с этой был в Старгороде. Андрюша, ты в конце концов должен понять, ты не сам по себе. Ты член семьи, и только это делает тебя тем, кто ты есть. Нет, мама. Ошибаешься. Неужели ты действительно полагаешь, что мог бы чего-то добиться, если бы не был Даниловым? Да никто бы о тебе не знал, если бы не фамилия твоего отца. И этот магнат Купцов не связался бы с тобой. Это очевидно. То есть Лида тебе и про замок Купцова рассказала во всех подробностях? Андрюша, подробностей я не знаю, но я знаю только одно. Эту Марту сюда никто не приглашал. Если она напросилась сюда, это уже прекрасно ее характеризует. Поверь мне, она, возможно, славная девушка, может быть, даже умная. Но она тебе не пара. Ты уже женился один раз из чувства протеста. Хватит, Андрей, хватит. Мама, перестань. Я не хочу с тобой больше это обсуждать. Ты слышишь меня? Душа мой. Я поняла. Слушай, это Марта в положении, и она рассчитывает выйти за тебя, чтобы потом распоряжаться всеми правами на Роман и Миши. Это очевидно. Боже мой. Это огромная сумма. А ты совершенно не умеешь распоряжаться деньгами. Да чёрт с ними с деньгами, мама. Тише. Перестань. На что ты еще готова, чтобы не упустить деньги из рук? Ты с ума сошел. Возьми себя. Мама. Перестань, что ли. Они тебе дороже родного сына? Знаменская ничего не понимает. Мама. Боже мой. Мама, ее упражнение. С ума сошел. Боже мой. Мама. Все, я ухожу. Дай ей денег, я тебе помогу, не устраивай сказку, Андрюша. Марта, мы уходим. Нет, Андрей. Пошли. Приглашаем всех в соседний зал, где сын Михаила Петровича, Андрей, вместе со своим лучшим другом, Олегом Тарасовым, исполнят шуточную композицию, которую обожал Михаил Петрович. Андрей, я тебя жду. Андрей, если ты не можешь уйти, не можешь, ты сейчас должен выйти. И выступить, слышишь? Потому что это, если ты не выйдешь, то этот мерзавец, кто бы он ни был, победил. Он только этого ждет, а мы этого не позволим, правда? Посмотри на меня. Я здесь, я с тобой. Я в тебя верю. Андрей, ты сможешь. Я в тебя верю. 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 Может, давайте еще раз? Что ты вот этот цветатель? Мы его и не обсуждали. Андрей, все в порядке? Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Я хотел бы поблагодарить человека, без которого всего вот этого не было бы. Мам, спасибо тебе, что сохраняешь память об отце. Андрей, ты такой молодец, что ты вышел на сцену. Я тобой так горжусь. Ты вообще как? Знаешь, Мартышка, я там кое-что понял. Что? Я все время ошибался. Я думал, что я боюсь сцены, хотя это совершенно не так. Я боялся осуждения матери. Знаешь, я все время думал, что она меня ненавидит, что она чудовище и готова засадить меня в тюрьму из-за денег отца. Что за бред? Бред полный. Ужасный бред. Ты мне помогла опомниться. Ты. Андрей! 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 Господи! Давай вызовем скорую. Все. Я просто сильно ударился. Как так можно ездить вообще? Кто это был? Дома зальешь меня чем-нибудь и все, пойдем. Какой дома? Поехали в полицию. Пойдем, говорим. Андрей! Да. Андрей, что случилось? Ты был сам не свой, это заметили все. Куда ты делался? Тебе нужна помощь? Нет, спасибо, Лида. Не надо. Ясно. Тогда я сегодня не приеду. Здесь еще фуршет продолжается, да и вообще мне нужно подумать. Пока. Андрей, пойдем, нашла. Пойдем лечиться. Пойдем. Пойдем. Как сюда могли проникнуть? Смотри. Следы. Они еще мокрые. Значит, он ушел совсем недавно. Балконная дверь открыта, скорее всего, проник сюда через крышу. А это машина? Вдруг он хотел тебя убить? Зачем проникать в дом и оставлять эти надписи? Нет, я думаю, убивать он не хотел. Скорее всего, это сигнал о том, что ставки повышаются. Под угрозой моя жизнь, может быть, и твоя. Я себя не прощу, если с тобой хоть что-то случится. Давай обратимся в полицию, а? Ну, с чем мы к ним придем, с чем? С ночными звонками. А купцу скажут, что все это бред. И что охранник сам упал с лестницы. Ну, что у нас есть? Рубашка в краске, надпись на зеркале. Никто же не погиб, никого не покалечили. А машина? Ну, мало ли сумасшедших ездит по улицам города. Понятно. То есть в полицию мы не поедем? Нет, не поедем. Хорошо, Данилов, смотри. На зеркале помада, да? Значит, это женщина, правильно? Ну, почему? Это ничего не значит. Вот у меня в ванной, например, были женские духи. И пижамы с сердечкими. Но это же не значит, что я женщина. Главное, что все худшее уже позади. Ну, да, да. Прости, прости, прости. Мы же с тобой это уже проходили, да? Да, проходили. Кофе? Да. Что такое? Ты что-то потерял? А, да. Не могу найти. Ключи отберу. А, ну, я тебе не помощник. Таксист сейчас приедет. Я уже в банк опаздываю. Марта? Угу? Спасибо, что осталась вчера. Ну, что ты. Как я тебя могла оставить одного? Как твои раны? Да вроде ничего. Спасибо. Ну, все, мне пора. Угу. Это что, тебя показывают? Это что, тебя показывают? Да. 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 Какой же я идиот, Господи. Какой я идиот. Я просто дурак. Поверил ей, Господи. Получается, Лида снимала фильм, что просто копаться в грязном белье. Марта, ты понимаешь, что мама купилась просто на все это? Зацепилась за возможность поговорить со мной. А Лида все просчитала. Угу. Она настроила маму против тебя. Она знала, что я начну психовать. Она надеялась на то, что я устрою спектакль на сцене. Это… Это была кульминация ее сюжета. Ненормальная, больная. Больная, если она ради жареного сюжета готова пойти на все, даже дойти до свадьбы. Нет, нет. Это не только ради жареного сюжета. Это часть какого-то большого плана. И Лида в этом плане поучаствовала. Это надпись на зеркале. Рубашка. Брелок. Брелок из янтаря пропавшей. Таксист подъехал. Ну все, я уже никуда не поеду и останусь с тобой, сколько надо хоть до ночи, хоть… Марта, поезжай. Петя не переживет еще одной ночевки здесь. Да к черту Петю! Как к черту? В смысле? Ничего. Марта. Марта, подожди. Телефон. Привет. О, здорово. А Марта где? Марта уехала на такси. Телефон вот оставила у меня. Понятно. Вы уже видели это? Ну, передачу Лиды? Да. Смотрели. На одном дыхании. Давай вечером свяжемся, обсудим. Главное не психуй. Да нет уже сил психовать, Олег. Знаешь, я никогда бы не подумал, что человека можно так ненавидеть, как ненавидит меня тот, кто все это затеял. Ну, покурите, пацаны. Ладно. Ну, и сколько ты успел вот этого вот наклепать? Да совсем немного. Ну, может ли сто двадцать. А этого? Этого не печатал. Саша, это улика с места преступления. Поэтому, если ты хоть что-то знаешь, то самое время сказать. Где ты был в субботу утром? Да не печатал я постер, клянусь. В субботу с утра репетировал. Спросите у группы, они подтвердят. Ладно, Сань. Ментов я вызывать не буду, так уж и быть. Может, ты и музыкант хороший. Но с этого дня практика твоя у меня закончена. Собирай свои вещи и гудбай. Идет запись вызова. Алло, это я. Вы не говорили, что этот постер в криминале светился. Я на такое не подписывался. Да, слушаю. Добрый день. Мне бы Мартину Владимировну. Она на работу уехала, а телефон оставила. Может, что-то передать? Это из женской консультации беспокоит. Ей нужно было сдать анализы. Результаты должны были прийти сегодня. Но их нет. Вы не знаете, она сдавала? Честно говоря, понятия не имею. А что? Простите, а вы ей кто? Муж? Я? Да, муж. Тогда проследите, пожалуйста, чтобы впредь она следовала назначениям врача. Она и так очень поздно пришла. Пятый месяц и только первый осмотр. Подождите. Подождите. Как пятый месяц? Ну да. В карте значится. Семнадцать недель. Да. Привет. Марк, привет. Прости меня, пожалуйста. Ира, до завтра. Да, пока. Слушай, я боюсь. Данилов как-то узнал, что мы встречаемся. Данилов, на месте? Да при чем тут это? Нет его портфель, только на месте. Давай, пожалуйста, встретимся. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Привет, Ир. Привет. А ты что здесь делаешь? Рабочий день закончен. И вообще у тебя отгулы. Данилов уволил меня. За вещами я пришел. Ну, ладно. Ключи охране сдашь? Ага. А ты почему на звонки матери-то не отвечаешь? Она вся извелась. Такой удар по репутации и вообще опасается, что тебе придется в клинику к Знаменской снова ложиться. Да ничего не придется. Все в порядке. Уверен? Да. А что просил приехать? Да уж. Вот такая вот история, Олег. А потом, значит, вы дружно сделали вид, что ничего не произошло. Зачем? Ну как? У меня была Лида. А Марти ей... Ей нужны нормальные отношения. А на самом деле? Я побоялся потерять ее как друга. Я не был уверен, что мы можем быть вместе. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Марта с тобой полжизни. И единственное, что было в этой жизни постоянным, это она. Ее готовность мчать к тебе, жалеть. Ну, хватит уже, Олег. Я решил, что... остаться старыми друзьями будет безопасней, что ли. Вот только ее ты забыл спросить. А теперь она все поняла. И сделает все, пытаясь скрыть, что этот ребенок твой. Марта гордая и ни о чем тебя просить не станет. Тем более навязывать ребенка. Мы 15 лет дружим. Она никогда от меня ничего не скрывала и не обманывала. Ну, значит, в дружбе и дело. Она не хочет быть обузой, прекрасно понимая, что ты испытываешь к ней исключительно дружеские чувства. или... или она ошибается. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сами пришли. Супер. Давайте, объясняйте. Вы что говорили? А? Что у нас прикольная музыка. Что если напечатают от хрена в постер, то вы добазаритесь там с кем-то, и мы попадем на фестиваль. А потом что? Стали завтраками кормить. Так что выполняйте обещание. Иначе запись вашего голоса я отправлю Данилову. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА